добрый день дорогие друзья всем привет из канады сегодня мы идем с вами в магазин коз но сначала немножко цветочков я прямо увидела их на входе в шопинг-центр и так обрадовалась знаете у нас погода такая нестойкая то то холодно то теплее то холодно но все-таки вот эти цветочки вот эти вербы веточки знаете они как-то так напоминают о весне и радует душу мы отправляемся в магазин коз посмотреть что нового есть новой коллекции весна-лето но сначала по по традиции я вам покажу витрины гучи так уж сложилось что магазин коз находится напротив магазина гучи и я когда иду в магазин коз всегда разглядываю с интересом витрины гучи потому что из всех люксовых брендов пожалуй это один из ну не один из в общем мне интересно что они делают особенно после фильма гучи который я посмотрел с большим интересом ну и вообще как-то мне кажется отличаются от других люксов ну я небольшой специалист люксов поэтому чисто мое вот какое-то вот ощущение что они какие-то такие более открытые более такие знаете не заскорузлые так скажем ну все пойдемте в коз отравимся от гучи и пойдемте рассматривать что-то более affordable как это называется по-английски то есть что то что мы можем позволить себе купить с большей легкостью чем скажем вещи из магазина гучи что вам сказать я считаю думаю надеюсь это я там вот мелькнула я надеюсь что вещи еще не все в магазине потому что честно сказать как-то так не богато было на что смотреть много очень платьев очень похожих очень однотипных я в следующем видео вам покажу примерки нескольких платьев которые я выбрала для того чтобы примерить и все они такие большие огромные широкие совершенно такие платья парашют и платья плащ-палатки в общем как бы какой-то такой странная очень в этом сезоне подборка пока что может быть я как-то увлеклась вот этими широкими платьями не все рассмотрела как следует но я думаю что это просто еще знаете начало вот такой переходный период между весной и летом все-таки большинство вещей летних еще подъезжают как я думаю потому что все таки еще пока апрель месяц конец апреля у нас довольно прохладно еще поэтому сильно летние вещи как-то еще не особенно покупают в принципе весенних то вещей как-то особенно не было в основном были летние платья я честно говоря рассчитывал увидеть какой-то как-то больше плащей каких-то весенних демисезонных пальто но ничего такого не было а было в основном вот совершенно такие летние платья немножко вот украшение вы видите по моему кстати украшение немножко подорожали во всяком случае вот эти цепи ведь они по 90 долларов 89 когда-то у них было по 69 вот всякие колье но это не были цепи я помните там купила такой на шнурке такой стеклянные два столбика я вам показывал в каком-то своем виде и они она стал я купил вообще на распродаже доллара за 25 так-то она стоила долларов 70 наверно сейчас 90 но может быть в них какой-то металл присутствует благородный не знаю ну и вряд ли не серебро конечно но в общем у них украшения довольно дорогие если не на распродаже то конечно покупать очень очень накладно но это такая вот группа манекенов входа на который надето все самое актуальное самое такое модное что есть магазине а вот кстати о приталенных вещах единственное приталенное что я нашла в магазине это вот это платье и такое же сиреневое платье темно-сиреневого цвета я не стала примерять его в этот раз потому что я если вы помните примеряла его в прошлый раз только она была цвета пыльной розы до такой розовый бледно-розовый пыльные розы она довольно красиво сидит очень хорошо так найти по фигуре красиво подчеркивает талию но вот сейчас пыльной розы уже не было сейчас они появились черные и темно-темно такие сиреневые тоже красивый цвет но вот из таких прилегающих облегающих платьев это пожалуй было все все остальные таки были прям широкие при широкие шляпки я нашла вот в магазине такие соломины соломиная шляпка по по моему 69 долларов если я правильно или 89 или 69 если я правильно разглядела очень красиво но не красивая а идеальная такая белая рубашка за 135 долларов по моему если вам нужно вот хлопково белая такая рубашка это на самом деле в косе вот это самое то место куда вы можете пойти за ней единственное что они не очень бюджетные конечно рубашка за 135 долларов это не так дешево причем что самое интересное у них есть платье за такую же цену ну вот рубашки тоже они продают такие вот платья комбинированные трикотаж с такой плащевкой это тоже очень часто у них появляются они именно в косе вот часто они бывают разных фасонов разных вариантов но практически каждый сезон они выпускают платье такого типа вот комбинированный трикотаж такой типа типа плащевка вот это конечно очень красивая расцветка следующий раз померю в этот раз не взяла примерочную почему-то не знаю не хотелось мне примерять короткое платье она не очень короткая наверное чуть ниже колена очень красивая розовый такой с белым даже не розовая такой цвета фуксии вообще вот цвет фуксии очень присутствует видите вот брюки цвета фуксии принципе в косе это довольно все такое монотонных расцветок все такое мрачненькое такое знаете или бежевая или белая серая но у них попадаются яркие вещи это уже не первый раз что я вижу яркие вещи но в основном очень такие знаете однотонные вот типа вот этого платья такие знаете коричнево бордово коричневая вот снова я в зеркале всем привет ну вот платье цвета фуксии это кстати платье такое же как я вам показывала синие с замочком спереди на как застежка такая сделана спереди замок и тоже трикотаж с этой вот плащевой такой юбкой ну вот это очень не косовский вариант я прям даже не знаю каким образом это платье попало в магазин кос ну вот решили они как-то видите трикотажное платье по фигуре в облипочку то причем такого неонового цвета кстати по моему сейчас опять вернулись в моду вот эти вот платья такие как очень-очень лапшатки облегающие по фигуре вот эти украшения мне понравились это из стекла сделанная металлическая вставка в ухо и стеклянные стеклянная серьга вот те были два двух цветов и вот эти вот очень интересные знаете тоже сделаны из стекла такие как витые какие-то такие как будто бы две косички такие переплетенные стеклянные и вот эти вот тоже интересные кстати хочу сказать что вот прошлом по моему летнем сезоне в заре было очень много украшений из стекла ну и кос вот кто кого косплей это я не знаю кто кто кого слизывает и сдувает zara у коса или косу зары или все вместе сдувают каких-то дорогих брендов скорее всего потому что кос тоже в принципе масс-маркет вот вот видите еще один такой неоновый зеленый свитер в тон к тому неоновым зеленому платью а вот этот вот платье приталенное вот защипами такой же как я примеряла такой же как мы видели в начале видео черное а это очень очень красивого такого королевского лилову королевский такой знаете пурпурный я бы даже сказал цвет сколько она стоит 175 долларов то подождем если она доживет до сейла потому что в принципе мне не понравилось мне нравится это платье даже когда примеряла его цвета пыльной розы а пурпурный например мне нравится еще больше вот эти такие платья у них тоже появились трикотажные за 150 долларов у них такой интересный фасон они вроде бы такие узкие в облипку а с боков у них сделаны как будто бы такие знаете рюши как будто вот знаете присобраны в швах присобранное в швах платье причем с одной стороны она присобрана почти что почти до колена ниже бедра а с другой стороны вот от подмышки где-то до талии вот такое же платье оранжевое то было голубое это оранжевое не рискнула я брать его в примерчину потому что трикотажные облегающие платья для моей фигуры абсолютно противопоказано хотя может быть вот за счет вот этих вот рюшечек и сборочек в швах оно как-то так нивелирует может быть выпуклости в районе живота и попы слишком большой выпуклости но не знаю может тоже решу следующий раз примете пока не решилась и вот такие вот очень типичные для них платья такие знаете мешки парашюты это такой ярко-красный цвет пожарной машины тоже сочетание вот сверху трикотаж вниз юбки сделаны с такой типа плащевки такое знаете немножко я бы сказал детского даже фасона вот эта юбочка такая присобранная сверху она как будто получается что как будто бы сверху май майка такая трикотажная футболка и внизу как будто бы расклешенная юбка но все это сделано одного цвета очень яркого ну а это затравка на следующие видео примерки обязательно посмотрите не пропустите вот на этом я думаю что мы закруглимся на сегодня на обзоре коллекций а в следующем видео я покажу вам несколько платьев которые я отобрала для примерки вот на этом все люблю целую будем на связи обязательно подписывайтесь ставьте лайки с вами была ваша дита из канады пока пока бай